На часах 20-30 пора рассказывать о главных событиях дня. С вами Кэб, добрый вечер. Начнем с уникальной археологической находки. На раскопках древнего кургана обнаружили каменные скульптуры. Возможно, они древнее египетских пирамид. По предварительным оценкам, извояния пролежали под землей около пяти тысяч лет. Таких находок в Северном Причерноморье не больше 20. Об истории нашего края в камне рассказываем. Древний курган на окраине села Глиное. Настоящий кладезь для археолога. Буквально на прошлой неделе здесь обнаружили еще один ценный артефакт. Точнее, два. Вот такие каменные скульптуры. Их использовали в качестве надгробий и устанавливали на вершины курганов. Специалисты считают, что, видимо, эти скульптуры изображали два божества, мужское и женское. Эти скульптуры делали. Период примерно мы оцениваем от четырех с половиной до пяти тысяч лет назад. То есть временем даже более ранним, чем те же египетские пирамиды. Тот факт, что захоронение это было перекрыто этими каменными стеллами, говорит о высоком социальном статусе в то время. Выхода подобного камня здесь нет. Камень было необходимо найти, привезти издалека, тщательно обработать. Это огромные трудозатраты на изготовление вот этих вот изделий. Безусловно, погребенный в этом комплексе был высокого социального статуса в своем обществе. Таких открытий в истории республики еще не было. Ни по габаритам почти два метра в высоту, ни по весу около полутора тонн. И это только одна стелла. Из-за этого специалистам пока не удалось узнать, как выглядит обратная сторона плит. Обычно там изображали подобие человека, лицо, элементы одежды и оружие. Мы можем пока только предполагать, по аналогии с подобными стеллами, всего их в Северном Причинном Орге найдено за 200 лет последних, то двух десятков, наверное, даже меньше. Причем последние были найдены еще в советское время. То есть находка эта крайне редкая и очень интересная для специалистов, потому что это, конечно, отражение древней мифологии. Тогда лучше узнаем, что это были за люди, во что они верили. Считается, что это были индоевропейцы, то есть они говорили на языках или языке, который был предком для большинства современных языков Европы и многих других частей света. Каменные скульптуры уже подготовили к транспортировке. Завтра, если не помешает погода, их планируют доставить в Тирасполь для хранения и реставрации. Спецтехнику для перевозки предоставили по распоряжению президента Красносельского. Эти скульптуры теперь часть нашего наследия.